Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов, лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат. Всем доброго дня, начинается программа «Диагноз недели», и в нашей студии врач-психиатр-психотерапевт Рель Резник Мартов, здравствуйте. Добрый день. Вот как обычно иногда говорят, что невозможно, наверное, избавиться обществу от преступности, всегда будет какой-то процент людей, которые будут нарушать законы, точно так же, наверное, и в обществе невозможно избавиться от людей, которые действительно нарушают все законы человеческого общежития. И сегодня мы поговорим о психопатах и социопатах, я понимаю, да? И о том, как с этим бороться или справиться? С этим сложно бороться и не менее сложно справиться. По этому поводу есть разные мнения у психиатров и у представителей юридической системы. Психопаты и социопаты, потому что объединены в один такой термин – антисоциальное расстройство личности. То есть это люди, всё поведение которых противоречит тому, что принято в обществе, в электронном обществе ужиться не могут. У психопатов и у социопатов есть много общего, но есть некоторые различия. Что их объединяет? Их объединяет абсолютное отсутствие уважения к законам общества, отсутствие уважения к правам личности другой, отсутствие чувствительности к чужим эмоциям и вспышки неконтролируемого насилия, ярости и так далее. Что их различает? Социопаты. Обычно люди из неблагополучных семей, из не самых социально благополучных в обществе. В чём их отличие? Они, в отличие от психопатов, в общество способны иногда выстраивать некие эмоциональные привязанности к отдельным людям или к какой-то группе людей, то есть чувствовать сопричастность с ними, близость, иметь с ними некие тёплые отношения. То есть это, увы, не мешает им быть по-прежнему в полном разладе со всем окружающим обществом, но тем не менее какие-то избранные, с кем они могут налаживать отношения. Эти люди обычно не могут сделать карьеру, потому что их личностные особенности и мешают им получить образование, и мешают им задерживаться на какой бы то ни было работе, и, естественно, наклонности приводят их часто в конфликт с законом и в юридическую систему. Психопаты, если социопаты – это больше всё-таки результат воспитания, то о психопатах многие считают, что это вопрос генетики или каких-то органических повреждений головного мозга и так далее. То есть психопаты очень часто получают хорошее образование, они могут получить даже какую-то должность и сделать карьеру, но их отличает полное отсутствие эмпатии. Полное отсутствие эмпатии. И им неведомо, что такое сострадание, им неведомо, что такое любовь. Они очень манипулятивны, и те, которые наделены высоким интеллектом, умеют, так сказать, мимикрировать в обществе, встраиваться, якобы изображая социальную активность и тому подобные вещи. Но у них тоже эти вспышки агрессии, вспышки ярости, и при отсутствии эмпатии и уважения к законам, они часто показываются в судебной системе, в тюрьмах и так далее. И здесь мы выходим на некие интересные исследования, которыми задался уже и не один американский учёный. Непривычные стереотипы британских учёных, если говорить именно об американских учёных. Уже какое-то время назад, мы в передаче часто упомянувшись, с тех пор, как появилась магнитно-резонансная томография, то есть мы можем, или магнино-ядерный резонанс называют, мы можем, исследуя эмоции человека, параллельно смотреть, что происходит с активностями различных участков его мозга. И ещё где-то в начале 90-х один из учёных, этим занимавшись, обнаружил, что зона, которая отвечает за эмоции при каких-то любви или ненависти, какие-то яркие события, у психопатов эта зона остаётся неактивной. То есть она не реагирует так, как мозг обычного человека. Как сказал учёный, они это воспринимают лингвистически, эмоции, они воспринимают лингвистически, они как будто слышат слова, но не слышат музыки. Это не окрашено ни во что. И этот полчок исследований был положен, и другой учёный и решил заняться исследованиями именно в американских тюрьмах. По его подсчётам, где-то от 15 до 20% заключённых в тюрьмах были явными психопатами. Была разработана шкала, по которой их обследовали. Там было максимально, можно было набрать 40 баллов. И проводились массовые тестирования, беседы, опросы и так далее, и так далее. И он оказался в некотором тупике, потому что этих людей оказалось достаточно много. Эти люди были очень, как ни странно, в беседе адаптивно. Например, он общался с человеком, который набрал 38,6 баллов по зракобальной шкале, который рассказывал мне об убийстве своей девушки так, что я не мог удержаться от смеха. Он был весёлый, общительный человек. И он говорит, что тестирование психопатов очень неблагодарное, они очень легко обманывают. Это вот лживость, манипулятивность – это то, что их инструмент – общение с окружающим миром. И сами тесты, опросники показали свою ценность несколько ограниченную. И он начал задаваться вопросом, как быть с магнитно-ядерным резонансом. Возникли ряд проблем. Во-первых, всех их вывозить куда-то на обследование было сложной, очень дорогостоящей историей, потому что всем им положены охранники и так далее. И пропускная способность оказалась невелика. Одна из неожиданных помех звучала в том, что, как мы знаем, в тюрьмах не запрещены спортивные занятия, приходят спортивными. Многие психопаты настолько раскачаны, что просто не вылезали в аппарат для томографии. Увы. То есть они настолько увлекались спортом, что раздавали. Да, агрессия находила выход. Они очень много занимались спортом, подъемом тяжестей, набирали огромную мышечную массу, и их просто невозможно поместить в этот аппарат. Некая перемена началась, когда стали доступны передвижные установки для этой томографии. И психопатов начали обследовать и достаточно в больших количествах. И выяснилось, что, да, действительно, есть некие зоны в их мозге, которые совершенно иначе реагируют на эмоциональные раздража, чем поведение обычного человека. Многие из них понимали свою особенность, свое отличие от окружающих, и уж даже демонстрировали его. Один из них, который был психопатом по максимуму 40 баллов из всех, он сказал, что только меня привезли в тюрьму, первый день я разделся и стал голым гулять под дождем. Что надо всем показать, что я сумасшедший ублюдок, со мной лучше не связываться. Это был человек, который начинал с воровства, потом убил, собственно, мать, потому что она его очень раздражала, куда-то выбросил ее труп, был найден как-то, потому что он никак не продумал последствий своих действий. И, опять же, он не высказывал ни малейшего раскаяния, ни малейших сомнений. Вот таких людей оказалось очень много. Кто-то не набирал все 40 баллов, кто-то набирал меньше. Их оказалось очень много, и в итоге этот ученый выдвинул вопрос вообще, а что с ними делать? Он сказал интересные вещи. Лечить их медикаментозно до какого-то предела можно, но люди не могут всю жизнь принудительно принимать лекарства. Скорее всего, будучи выписанными из стационаров, они откажутся от приема любых лекарств. По мнению многих психотерапевтов, психотерапия с психопатом бесполезна, а иногда даже вредна. Потому что в лучшем случае, поскольку его эмоции вообще не задействованы, она не помогает, а в худшем случае в процессе психотерапии психопат развивает свои манипулятивные навыки еще больше. То есть он использует интерес к себе, понимание механизмов психотерапии, понимание подхода к своей личности. Он это воспринимает как дополнительный материал, чтобы развить свои способности к манипуляции. Что еще? Этот ученый взялся таким интересным вопросом. Тюрьмы полны психопатов. Но эта проблема изучения ее финансируемо намного меньше, и внимания намного меньше, допустим, лечения шизофрении. Хотя вроде и то, и то шизофрения – болезнь, психопатия – расстройство личности. Он задался вопросом, почему так? И получил такой простой ответ, что к шизофреникам общество – это сочувствие, больные люди, они нуждаются в сочувствии, в помощи и так далее. И на это тратят деньги. Психопаты рассматриваются в обществе как хищники. Они совершают преступления, они агрессивны, они не чтят общественных правил. Поэтому они хищники, и что их лечить? И тратить на них столько денег, их проще посадить в тюрьму и держать там как можно дольше. Даже вот у нас просто есть звонок, название «Моцелют». Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте, Лариса. Я вот хотела спросить, а внешние признаки какие-то есть? Вот, например, дети. Можно определить, какую категорию относятся? Потому что мы часто читаем или слышим, что преступник такой-то убил там он кого-то, но он еще в детстве мучил животных. Вот к этой категории, то есть к какой категории такие относятся? Спасибо. Ну, детям редко ставят психопатию. Есть такой диагноз акцентуация личности, когда какие-то черты личности гипертрофированы или, наоборот, недоразвиты. Для психопатии нужно ставить... Ну, конечно, дети склонные к жестокости, к жестокости со сверстками, к жестокости с животными, дети, у которых отсутствует эмпатия, уже должны быть... Нельзя ты на учет каким-то? Ну, как на учет? Нельзя быть в центре внимания и психиатров, и психологов и так далее. То есть не нуждаются... Возможно, чем раньше к этому привлечь какое-то внимание, тем больше шансов ну, хоть что-то исправить или как-то компенсировать. Ну, тут, мне кажется, что исправлять... Вот было резонансное дело. В 1917 году как раз писали о том, что в Британии умер один из болотных убийц. И это была такая очень нашумевшая история. Еще в 50-х годах Иэн Донкан Стюарт со своей супругой они убивали детей, то есть заманивали их на болот... Ну, они... Почему их называли болотными убийцами? Они, по-моему, прятали трупы детей в болотистой местности. И когда, в конце концов, они были пойманы за руку, поразились вот именно тому, что Иэн Донкан Стюарт являлся классическим примером социопата, психопата, наверное, даже точнее, потому что он, оказавшись в тюрьме, а как назло, смертную казнь отменили, и он был помещен в исправительное учреждение, он держал, в общем, действительно тюрьму в страхе. Его боялись и заключенные, и охранники, тюремные охранники. Он ухитрялся манипулировать, привлечь к себе внимание, и когда его навестил кто-то из, я понимаю, ну, каких-то достаточно высокопоставленных британских аристократов, он буквально подчинил его своей воле, и тот, ну, навещал его снова и снова, и он через этого человека пытался добиться помилования на того, чтобы его выпустили из тюрьмы. И действительно, этот человек очень много ходил за него, просил, и вот затем, ну, просто всплыли факты того, что он манипулировал людьми, он действительно подчинял буквально, вот гипнотизировал их, пытался представить себя с такой благоприятной стороны, но при этом абсолютно делал это сознательно, чтобы таким образом выйти на свободу. Известный, серийный убийца Тед Банди, американский, был известен тем, что он был. Симпатичный молодой человек, располагающий к себе людей, очень приятный, и, в общем-то, люди, которые узнали потом, сколько покойников на его совести, были просто ошеломлены. По поводу адаптивности до некоторых сих, манипулятивных психопатов, недавно была история. Как мы знаем, сейчас есть, особенно в западном обществе, внимание к трансгендерным людям. По-моему, в Англии или в Америке сегодня недавно прозвучала эта история. Некий мужчина, который, то, что сейчас считает женщиной, красил губы и так далее, требовал, чтобы признали женщину, потребовал, чтобы его отправили в женскую тюрьму. Его и отправили в женскую тюрьму. Никого не насторожило, что у него он отказался от этой гормональной терапии заместительной и прочих вещей. Как выяснилось, это был психопат, насильник. То есть, на каждом женской тюрьме держал всех в страхе. Он домогался до этих бедных заключенных женщин, кого-то он насиловал, кого-то запугивал. То есть, пока они собрались силами пожаловаться, чтобы его куда-то убрали оттуда, прошло иное время. С одной стороны, это психопат, наслаждаясь чужой беспомощностью, болью и страданием. С другой стороны, это человек, который прекрасно находит бреши в законодательстве, используя в их интересах то, что называется хищник. То, что называется хищник. Можно, кстати, сразу вспомнить фильм, конечно, классический Оливера Стоуна «Прирожденные убийцы». И это тоже... Где вот в какой-то момент мы даже... Он сознательно же выстраивает картину так, что в какой-то момент мы проникаемся, как будто бы даже сочувствием этим преступникам, но когда они вырываются на волю, они и убивают репортера, который с ними думал, что он подружился, и действительно он с ним испытывал какую-то чуть ли не симпатию. Ему казалось, что они тоже ему симпатизируют, но выясняется, что это была всего лишь игра, они манипулировали им для того, чтобы добиться своих целей. В свое время я работал на судебно-психиатрической экспертизе, и я видел людей, которые совершали по несколько убийств, которые рассказывали совершенно спокойно, почему убийства были вовсе необязательны. Сказал один из них, я как-то рано понял, от чего драться, надо убить, и все. Зачем драться? Это лишние какие-то усилия. И людей убивали просто так, за небольшую выгоду, просто подвернулась возможность. Кто-то из них, я помню, убил человека и сдал его квартиру немедленно после этого. То есть, в общем-то, это было достаточно, вот такой для меня тяжелый опыт, что иметь дело с такими людьми нелегко, и очень познавательный опыт. То есть, ты видишь людей, которые рассказывают о смертях, об убийствах абсолютно без тени раскаяния, без тени в грозине совести, даже, может быть, немножко рисуясь, и при этом старая на звонок. Да. Здравствуйте. Вы говорили в прошлые разы давно, что нарциссы, психопаты, социопаты, если они руководители коллективов или предприятий, то лучше оттуда убегать. А если такие люди будут руководители страны, государства, то что делать народу? Тоже бежать? Ну, мы знаем, в принципе, были в истории государства. Были в истории, но обычно государством им правили психопаты, психопаты долго у власти не держались. Вот, допустим, если чуть подальше в прошлое, был небезызвестный император Каллигула, который был, в конце концов, просто убит, и царствовал не так уж долго, потому что его поведение переполнило чашу терпения всех вокруг. Я думаю, что в современном обществе психопату власти, это может какой-то диктатор, это может быть, он может ухитриться, создать режим, когда он держится. Но, а народу что делать? Я не могу задавать света народу. Я не революционный лидер, но, наверное, люди или терпят, или бегут, или устраивают революцию. У меня нет других идей. Я не лидер народных масс. У нас продолжаются, да, звонки. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Нет, не слышу. Так вот, продолжаю. Что же с ними делать? То есть, с одной стороны, вот этот ученый задался вопросом, а честно ли это, если психопаты, люди, которые органически или генетически предрасположены к этому, честно ли это наказывать им за это? Что с ними делать? Есть открытие с помощью магнитного резонанса. Кто-то исследовал прелогенетические исследования и обнаружили, что есть два гена, которые связаны с тяжелым хроническим алкоголизмом, и к этим же генам возможно перечислить и психопатические склонности тоже. Этот вопрос в связи с открытым перед обществом, потому что, ну, с одной стороны, вопрос, честно или нечестно так обращаться с человеком с расстройством личности. Что делать самому обществу? Например, есть одно племя эскимосов, антропологи с ними работали. У них для таких людей, которые мошенничают, воруют, или насилуют женщин. Есть особое название. Я его не запомнил. То ли кунелонга, то ли что там в духе. И их спросили, а что же вы делаете с таким человеком? И просто, когда, говорит, никто не видит, его просто сталкивают с ольдиной в океан. Ну, то есть, у простых племен есть простые рецепты, как защитить себя от подобных людей. У них не развита психиатрия и психотерапия, у них, очевидно, нет понятия, тюрем, поэтому они решают проблему максимально просто. Ну, ведь здесь можно даже обострить проблему. Вот, например, при помощи магнитного резонанса мы понимаем, что этот человек относится к психопатическому типу. Пока он, может быть, ничего не совершил, но мы понимаем, что он может что-то совершить. Вот, как в фильме особое мнение Спилберга было, что как будто бы прорицательница говорит, что преступление произойдет, этот человек совершит преступление, и якобы, значит, в будущем таких людей превентивно сажают уже в тюрьму. Он еще ничего не сделал. Превентивно мы никого не можем никуда посудить. Это вообще ни разу не обсуждается. Просто психопатия, опять же, еще в те времена, когда я работал на экспертизе, психопатия обычно считалась основанием для вменяемости. Было только понятие такое, когда психопатия в тяжелой декомпенсации, то есть какие-то житейские обстоятельства, человека полностью вывели из равновесия, и то это очень редко делало его невменяемым, скажем, была какая-то частичная вменяемость, было как смягчающее обстоятельство и так далее. Мне кажется, здесь пока что и наука, и юриспретензия сходят в тупик. То есть, хороший вопрос, если человек не очень собой управляет, что же с ним делать? С другой стороны, перед судебной экспертизой представляется вопрос, насколько человек на момент того, того, что он совершал, осознавал свои действия, осознавал их последствия. В общество психопаты понимают, что это действия преступные, что то, что они делают, причиняет зло, и то, что за это они, скорее всего, будут наказаны. Но это их, к сожалению, в массе своей не останавливает. и пока что, я думаю, это вопрос становится открытым. Современное общество, оно гуманно, если говорить о психопатах, небезызвестный господин Брейвик, которого за 70 с чем-то убийств приговорили максимально к 21 году, и то он постоянно жалуется на плохие условия, каждый год выходит в требование в досрочном освобождении и не выказывает ни малейшего раскаяния в том, что он сделал. Вот просто ни малейшего. Да? Тоже интересный, если человек с чистой совестью убивший там полу 60 с чем-то подростков, еще там девичок при взрыве. И этот человек через какое-то время, еще не будучи дряхлым старцем, выйдет и окажется на свободе. Вопрос, что дальше? Таких людей, если всех их признавать невменяемыми и на какое-то время запирать в психиатрических больницах, у этого тоже есть какой-то... Во-первых, учитывая их характер, эти больницы будут очень похожи на те же самые тюрьмы, потому что это должен быть постоянный контроль. Во-вторых, если это медикаментозно неизлечимо, а может, до какой-то степени скомпенсировано, что с этим сделать, непонятно. Вот этот вопрос, честно ли таких людей сажать в тюрьму, это достаточно абстрактный. Вопрос из сферы абстрактного гуманизма. Но в нем есть определенная логика. Люди, не могут еще противостоять импульсу. Ну вот, допустим, если мы возьмем за пример, люди с обсессивно-компульсивным расстройством, с навязчивостями, которые выполняют какие-то бесконечные ритуалы, которые по 25 раз проверяют, закрыли ли они дверь, выключили ли газ, моют руки. Они осознают иррациональность, ничего с этим поделать не могут. Можем ли мы эту же иррациональность и неспособность руководить своими импульсами перенести на людей из психопатии? На звонок? Да. Здравствуйте. 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 Вот по поводу массовых заболеваний. Хотел узнать, вот нацизм, это можно называть массовым расстройством психики? Нет, нельзя. Нацизм это некая идеология, это политика, это я думаю, люди с некими расстройствами психики могут увлекаться идеологией нацизма, но нацизм как медицинский диагноз не рассматривается. На чем нас остановили? Мы остановились по поводу того, честно ли сажать в тюрьму психопатов, которые не могут ничего поделать со своими импульсами, желаниями? Я думаю, что на данном этапе развития общества и науки в обществе нет особого выбора. К сожалению, лечиться это не лечится, да и люди, которые люди с навязчивостями ищут помощи и лечатся. психопаты или социопаты помощи не ищут и лечиться обычно не хотят. Исходя из абстрактной справедливости не сажать их в тюрьму, поскольку не руководят своими действиями, совершая преступление, тоже невозможно. Наверное, на данный момент общество может выбирать меньше из двух зол. Меньше из двух зол, так как когда-то формулировали, по-моему, при советской власти, мне кажется, когда приговаривали к расстрелу, или приговорить к расстрелу как высшей мере социальной защиты. То есть высшая мера защиты общества от таких людей. Я, упаси Бог, не призываю к расстрелам, и мы, наше общество устроено значительно сложнее, чем небольшой премеск эмосов, и всех сальдины не сталкиваешь. При этом, как мы говорили о классификациях, что это такие стопроцентные психопаты, это такая редкость. То есть есть психопатические черты, которые могут быть выражены в той или иной степени. Их может быть много, их может быть мало, но они тем не менее есть. И как мне представляется, возможно, должно быть действительно повышенное внимание в массе к детям, к подросткам, к среде, в которой они растут. Возможно, непринудительное лечение. Возможно, то, что сейчас называются школьные психологи, к которым дети могут обратиться и которые как-то следят за психологическим климатом в школе, возможно, могут быть разработаны какие-то тесты, опросники. Возможно, может быть очень внимательное отношение к детям, склонным к насилию. Но ни для кого не секрет, на сегодняшний против таких детей школы бессильны. За последние несколько лет неоднократно звучало, что в школе есть такой-то мальчик, который всех избивает, родители на его стороне, говорят, вы школа, вы разбираетесь, и в обществе не знают, что сделать, потому что выгнать из школы невозможно, никто его за это не посадить, не совершит действительно преступление, и это достаточно тупиковая ситуация, потому что мы живем в обществе, где иногда понятие прав человека, уж тем более понятие прав ребенка, доминирует над здравым смыслом. И вот мне кажется, раннее обнаружение таких детей, раннее их обследование, возмущение, на поиски, есть ли какие-то органические нарушения, ранняя профилактическая работа с помощью психологов, социальных работников, а как известно, работа с ребенком всегда должна включаться работа с семьей, то есть эти дети не появляются на пустом месте, обычно есть некая семейная атмосфера, с которой тоже, наверное, что-то надо делать, то есть, наверное, ни у кого не будет моментальных ответов на это. И мне кажется, что максимум, на что общество способно, это на финансирование государством вот этой сферы исследований, финансирование государством внимания к детям и подросткам. Ну, ученый справедливо сказал, что на лечение шизофрении тратятся огромные деньги, а на работу с психопатиями очень мало, психопаты по определению хищники, преступники, что с этим связываются. Но в Британии вообще ссылали в Австралию, избавлялись таким образом от такого рода лишних людей, которые не вписывались в социальные рамки? Ну, сейчас уже нет Австралии, куда можно кого-то сослать. Это немножко другая история. И мы не эскимосы. Хорошо это или плохо, но не эскимосы. И льдин у нас таких нет. Поэтому все, что я могу предположить, это в каком-то светлом будущем государство, это должно быть очевидно, государство богатое, чтобы финансировать глобально работу с подрастающим поколением, только профилактика может чему-то помочь, только профилактика может выявить те крайние случаи, где как-то изначально нужно внимания детских или подростковых психиатров. И возможно психологи и социальные работники выработают некую систему, как обращаться с подобными людьми, каким образом уберечь общество, не уничтожая этих людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова